Добрый день, дорогие друзья! У нас недельная глава Ваихи, глава, которая завершает первые пятикнижия Берешит. В этой главе описывается, между прочим, смерть Якова, отца Якова, и то, что он раздавал благословление перед смертью всем своим сыновьям. Одно из благословлений, которое особенно захватывает наш глаз, это благословление сына Зволуна и Исахара. Яков говорит, «Смах Зволун бецтеха в Исахар бувалеха». Радуйся, Зволун, при выходе своем, и Исахар в своих шатрах. Спрашивает Зора Кадош, почему Зволун, он перед Исахаром? И объясним его вопросом. Ведь мы же знаем, что Зволун, он был тот, кто получил назначение быть тем, кто занимается пропитанием колена Исахара, которая посвятила свою жизнь для учения Тора. И получается, что Исахар было то колено, которое учило Тору, а Рувен, Зволун, это было то колено, которое выходило на заработки для того, чтобы можно было прокормить и свое колено, и колено Исахара. Но мы же знаем, и мы говорим это каждое утро в молитве, что Талмуд Тора Кенегет Кулам, учение Торы, это выше любой вещи, которая есть в этом мире. И поскольку это так, почему же тогда Зволун находится перед Исахаром? Нужно было дать место Исахару вначале, а потом только давать благословление Зволуну, потому что он второстепенный учению Торы. И это то, что спрашивает Зор. Говорит Зор Акадош, святая книга Зор нам описывает, что ответ на этот вопрос таков, что благодаря того, что Зволун буквально брал свою еду, которая была предназначена для пропитания его семьи, его детей, его самого, и он делился с ней, с Исахаром, за счет этого Зволун заслужил быть первым благословлением, и каждый, кто занимает его место, каждый, кто ставит себя на место поддержки учащихся Торы в их материальных нуждах, то он получает благословление со всех сторон, и сверху, и снизу, и везде у него будет удача. И на самом деле непростое испытание. Взять свой кусок и поделиться с другим только из-за того, что он учит Тору, это на самом деле отважный поступок. Хотел рассказать замечательную историю, которую рассказал один раввин, который шел как-то по улице, и по дороге навстречу идет пожилой человек с таким ящиком, висит у него на шее, и продает всякие бутерброды и так далее. Этот раввин увидел, что этот человек очень страдает своей жизнью, очень грустный, и он купил у него бутерброд только ради того, чтобы его поддержать, поддержать его настроение, повысить ему настроение, поднять ему настроение. И в течение покупки они разговаривали, и оказалось, что вот этот продавец, он совсем не простой еврей. Это человек, который на самом деле знаток Торы, и всю свою жизнь он посвятил учению Торы, он очень любил Тору и ценил ее. Но, как говорится, жизнь, она как колесо, иногда повернется сюда, иногда повернется туда, и пришлось этому еврею выйти на заработок для того, чтобы он смог разобраться со всеми своими долгами и так далее. Между прочим, он рассказал, что раньше он жил в местечке, и рядом с ним, по соседству с ним, жила семья Рава Места. У этого Рава был сын. Сын был отличник во всех предметах Торы. Торы просто удивительно. Голова у него была на высшем уровне. Он соображал... Просто была фантастика. И когда он подрос, встал разговор насчет того, чтобы послать этого мальчика учиться в Ешиву. В чем была проблема? Там такая была нищета в этой семье, что не было даже денег заплатить за билет в одну сторону на поезде для того, чтобы приехать в Ешиву. И как бы это ни было тяжело, и как бы это ни было сложно, но когда денег нет, их нет. И поскольку этот еврей, который продавал булки, он жил по соседству, по соседству в смысле ихний дом был разделен на две части. И ихние дома разделяла деревянная стена с досками. И этот еврей слышал, как вот этот мальчик плачет у себя в комнате и переживает за то, что у него нет возможности пойти учиться в Ешиву. А ведь это его настоящее желание. Это то, что он к этому стремится. Это то, что он ценит. И это то, что он хочет. И как тяжело ему это принять, то, что у родителей нет этих денег. На самом деле было тяжело заработать в те времена, но этот еврей взял себя в руки и пошел на заработки. Заработал деньги на билет. Через несколько дней он стучится в дом Равину, дает ему деньги и говорит, это деньги на билет в Ешиву. И мальчик уехал в Ешиву. И с тех пор след простыл, никто не знает, кто, что с ним произошло, с этим мальчиком. Этот еврей, который продает булки, спрашивает этого Равина. Скажите, пожалуйста, а может быть вы знаете имя этого мальчика? Может быть вы знаете, что с ним произошло в итоге? Говорит, может быть, как зовут мальчика, вы помните? Конечно, я помню. Его зовут Аарон Котлер. Аарон Котлер, как у него глаза открылись. Он весь не мог себе найти спокоен место. Вы знаете, что вы сделали? Вы знаете, кто такой Аарон Котлер? Вы знаете, что такое Лейквуд в Америке? Весь Лейквуд, это за счет него. Ешива Лейквуд, в которой учатся несколько тысяч студентов Торы. Все это его, и своими руками он все это сделал. Все еврейство в Америке он поднял на высший уровень. Когда еврейство, в его время, когда он туда приехал, там еврейства почти-почти не существовало. Это называется зволом. Одной простой поддержкой можно выиграть целое еврейство Америки. Параллельно есть другая история. Один рост Ешива, глава Ешивы, в то время, когда он учился в Европе. Раньше в Ешивах не было принято обедать в столовой. Не было столовой при Ешиве. И поэтому на обед все ученики расходились по домам жильцов этого места, где находилась Ешива. И там они обедали. Наш мальчик, он настолько был погружен в учебу, что он все время пропускал время, когда обедали в той семье, куда ему нужно было прийти. И когда он туда приходил, то, конечно же, уже оставались какие-то остатки, и все уже было холодное. И кроме этого, хозяин очень злился от этого. Как это так? Я предложаю мальчика к себе. Даю ему обед. А он приходит, когда ему хочет, когда ему удобно. Это было для него невыносимо. И он сказал этому мальчику, дорогой, послушай внимательно. Или ты приходишь вовремя, или не приходи вообще. И так и было. Мальчик, поскольку был настолько погружен в Торе, сосредоточен в Торе, он все время пропускал время. Ему пришлось обратиться к главе Ешивы, для того, чтобы он ему нашел другую семью, в которой он сможет ходить, обедать. И так и было. Через какое-то время, прошло много лет, и этот мальчик стал большой глава Ешивы, большой знаток Торы, большой мудрец. И на каком-то мероприятии он вдруг встречает того хозяина, у которого он раньше обедал. Тот хозяин дома приходит к этому, брошь Ешива, встречает его, обнимает, как будто бы ни в чем не бывало. Говорит, ой, как я рад вас видеть, помните, вы у меня обедали дома, и так далее, и так далее, и так далее. И он ему говорит, я бы хотел заключить с вами договор Исахар и Звулун. То же самое, как было у сыновей Якова, Исахар и Звулун. Что та Тора, которую учил Исахар, ее заслуга переходит также к Звулуну за счет того, что Звулун помогает Исахару продолжать находиться в учебе. То же самое можно сделать в наше время такой договор. И каждый человек, который у него нету достаточно времени посвятить учению Торы, он может сделать договор Исахар и Звулун, что он будет заботиться о материальной части учащего Торы, а тот, кто учит Тору, будет как бы добавлять заслугу Торы тому, кто его содержит. Исахар из Звулун то же самое предложил тот хозяин дома этому новому раввину. На это ему раввин сказал, дорогой мой, когда мне нужно было Исахар и Звулун, ты меня отослал из дома, ты меня не принял, ты мне сказал, уходи, я не буду тебя кормить, ты опаздываешь. Сейчас я уже и без тебя могу разобраться. Слава Богу, Всевышний мне послал достаточно доходов, что я могу заботиться о своем пропитании сам, и мне не нужна уже поддержка. Этот случай, в обратную сторону, была возможность быть Звулуном, и он потерял эту возможность. Он мог быть частью этого великого мудреца, и вся Тора, которую он учит, и преподает другим, и все, что он напишет в книге и так далее, все это могла быть его часть. Но из-за того, что у него не хватило терпения на то, что мальчик опаздывает, и как это непорядочно и так далее, он пропустил свою возможность. Это то, что мы учим из нашей главы. Давайте не будем пропускать нашу возможность. Шабу атом!